Привет, облачные жители! Меня снова зовут Алина Грановская, и сегодня на моем канале выходит третий эпизод документального сериала «Клауд Рашенс». И в этой связи я хочу поговорить с вами, серьезно поговорить. Я хочу, чтобы вы обратились к своим воспоминаниям. Я хочу, чтобы вы прямо сейчас вспомнили, испытывали ли вы хоть раз в жизни неприязнь к человеку только за то, какой цвет у него кожи, паспорта или глаз. Хотелось ли вам крикнуть в лицо незнакомому человеку гадость только потому, что он, может быть, как-то не так одет? Или он не похож на вас? Или вы считаете, что он в чем-то виноват? Были ли вы хоть раз частью большинства, которое презирает меньшинство? Вы когда-нибудь составляли свое мнение о человеке, исходя из плетен, слухов или устоявшейся традиции, а не исходя из своего личного взаимодействия с ним? Давайте только по-честному, чтобы правда была. Моя бабушка, которую я любила больше всех на свете, учила меня к главному. Говорить за тех, у кого отняли голос. Стоять за тех, кто не может встать. Помогать всем, кому нужна помощь, и не ждать, что тебе кто-то поможет в ответ. А еще она учила меня не бояться совершать непопулярные поступки. Любить тех, кого не любят, и понимать тех, кого не принято понимать. Наверное, именно поэтому я назвала свой сериал «Облачные русские» в самый разгар планетарной аллергии на все русское. Но мне не страшно не снискать понимание. Я очень давно привыкла к этому на своей родине. Я не жду, что меня поймут те, чье эго уязвлено. Кто считает себя правым, кто боится, или просто предпочитает стоять на стороне большинства. Я здесь не за этим. Моя главная миссия в проекте Cloud Russians – вдохновлять людей через истории тех, кого я встретила на жизненном пути. Кого выбрало мое сердце. Чьи истории, как мне кажется, помогут вам посмотреть в зеркало или встретиться со своими страхами, а может быть, принять самое главное в жизни решение. Не важно, что думаю о героях я, важно, что думаете вы, и на что побуждает увиденное вас. В третьей серии Cloud Russians я расскажу истории четырех человек. Философа, психолога, айтишника и рекрутера. Вынужденных и осознанных иммигрантов. Тех, кто обрел счастье на новом месте, и кто пока не сумел. В этой серии вы увидите, как трудно быть человеком, зажатым между двух стен. Вы увидите, что наличие денег и успеха не всегда равно наличию душевного равновесия и покоя. А жизнь в Лондоне – это не всегда розовый пони, скачущий по Гайдпарку. Спасибо всем, кто остается с нами и поддерживает наш канал. Я напоминаю новым зрителям о том, что наш проект существует за счет краудфандинга. Если вы хотите помочь каналу Cloud Russians существовать и выпускать дальнейшие серии, переходите по ссылке, прикрепленной в описании к этому видео. А еще не забывайте поставить лайк и подписаться на канал. Каждый лайк и каждая подписка продвигает нас в трендах Ютьюба. Ну что, приятного просмотра! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И Brexit — это такое приключение, которое, по-моему, можно было бы не искать себя на пятую точку. Изоляционизм вообще еще никого до добра не доводил. Ну то есть мы вместо того, чтобы быть в компании больших стран, большой группой, где больше веса, где тебя больше слушают, мы в итоге превратились в маленький остров. Да, успешный остров, но все равно маленький остров. За Brexit проголосовали шесть лет назад. По-настоящему он все еще не случился целиком. То есть только элементы какие-то его случились. Это вот вопрос о том, насколько это сложная тема была и насколько не подумали тогда, когда голосовали. Кто-то голосовал за то, чтобы вернуть все хорошее и забыть про все плохое. Кто-то голосовал за то, чтобы, словом, молодой был. Во многом это был такой откат глобализации, да? Ну то есть по-настоящему это фарш, который уже не провернуть абсолютно. Это мир поменялся во многом. У нас власть все время меняется. То есть это самое большое отличие, наверное, с нашим постсоветским пространством. Здесь все время власть меняется. Каждые 10-15 лет. Сейчас у нас консерваторы у власти уже 13 лет по-настоящему. И они уже на излете. То есть это очень хорошо заметно. Один коррупционный скандал за другим. Идеи у них уже давно закончились. Уже нет никаких сомнений, что придут либаристы. Если в общем и целом, если сильно утрировать, консерваторы – это про экономику. Но либаристы – это про социальную защиту. Это про то, чтобы снова работали больницы, снова работала полиция, снова работало образование. Все социальные службы, да? Почему здесь и не бывает революции, да? То есть революция была, это было 400 лет назад, да? Но по-настоящему вот оно эволюционно именно развивается. Оно постепенно, оно долго. Оно иногда мучительно долго по-настоящему, да? Тут бесконечные забастовки, тут бесконечные демонстрации, тут бесконечные протесты. И это вот часть вот этого политического процесса, который бурлит всегда. Да, которого совершенно верно в России вообще нет. Которого на моих глазах, на самом деле. Смешно, насколько поменялось отношение. Я имею в виду, я экскурсии вожу 10 лет. И так или иначе, ну ты где-нибудь раз в неделю во время экскурсии видишь какую-нибудь демонстрацию. Сейчас у очень многих, кто, ну условно говоря, вот последние 10-15 лет точно провел в России, у них уже в глазах ужас, кошмар. Им кажется, что сейчас вот из-за любого угла выскочат люди с дубинками, что сейчас начнется кровь, революция, да? Но здесь это абсолютно нормальный процесс, диалога именно власти и народа. Ничего не боитесь? Все будет хорошо. Спасибо. Нет войне! Нет войне! Нет войне! Меня зовут Миша, мне 28 лет. Я родился в Сибири. Я наполовину русский, наполовину еврей. Я идентифицирую себя как русский еврей. Я закончил кафедру высшей математики в ЭТМО и занимал, собственно, по образованию математик. Занимался я изначально исследовательской деятельностью, ресерчем в компании, которая называется Dell, компьютеры делают, вот, и алгоритмическим программированием. Потом я занимался дата сайенсом в компании, которая называется Одноклассники. Моя исследовательская деятельность заключалась там в том, что я анализировал кучу данных пользователей, чтобы понять причины их поведения и как сделать так, чтобы они вели себя так, как хочет большая корпорация. Как с них побольше денег заработать, достаточно интересная работа была, вот, потом я занимал, ну, уже пошел в стартапы, занимался бизнес-аналитикой и потом ушел в продуктовый менеджмент и в России я, собственно, этим занимался, да. Это был 2016-2017 год, для меня, я как сейчас помню, основным звоночком было, что запретили LinkedIn, и я такой, типа, в смысле? LinkedIn мне очень нравился, и я такой, как-то это все неправильно попахивает, ну, то есть, вообще были и другие индикаторы того, что гайки закручиваются, и поскольку я был, есть, я еврей, у меня там всегда был легкий путь, значит, репатриации, получить израильское гражданство и свалить туда изначально, ну, то есть, это самый легкий такой путь на меньшего сопротивления, и я как-то начал о нем думать, а потом, как бы, я такой, ну, ладно, окей, как бы, если переезжать, почему самый легкий путь, надо подумать, куда? Вот, я в целом человек, который, типа, достаточно основательно подходит к ресерчу, и я там, значит, начал ресерч, какие варианты есть, но, собственно, основные варианты это Европа, Штаты и Австралия у меня были, и Израиль, вот, Штаты отсек, сразу же слишком далеко, oversaturated market, то есть, типа, то есть, если ты туда уезжаешь, ты оторван абсолютно от континентальной Европы, и с точки зрения часовых поясов, то есть, даже там, поддерживать какую-то связь очень сложно, вот, Австралия по той же причине тоже сразу отлетела, осталась Европа, в тот момент я не знал английский, типа, вообще почти, то есть, я только начинал работать на английском, я там мог какие-то элементарные, там, фразы сказать, и я просто приоритизировал это, я занимался по 4-5 часов в неделю, и, то есть, какой-то быстрый прогресс, там, условно, сделал, да, так, чтобы на уровень проходить СБС, как бы, более-менее уверенно, ну, то есть, и то, как бы, я проходил СБС таким образом, что, типа, все возможные варианты, типа, которые могли развиваться в диалоге, я, как бы, их прописывал, примерно, да, и, как бы, шел по ним, вот, это занимало немало подготовки, но, как бы, было эффективным. Потом, просто, там, по стечению обстоятельств, у меня знакомая зарефералила в революцию, и мне сделали офферы с револокацией в Лондон, вот, и я приехал сюда. Так называемое анальное рабство, ну, то есть, тоже нужно понимать, что компании, которые перевозят, они очень хорошо осознают, как это работает, да, то есть, типа, условно, особенно стартапы, быстро растущие, агрессивные, с намеками на токсичность в культуре, да, то есть, как бы, там, там, слева-справа всех увольняют, и, то есть, когда ты здесь, на этой визе, ты понимаешь, что с тебя уволят, как бы, у тебя, там, будет два месяца на то, чтобы либо найти новую работу, либо сваливать из страны, вот, а в тот момент я уже, там, все бросил, там, в Питере и так далее, возвращаться особо было некуда, там, вот, с семьей я особо не общаюсь, и, ну, то есть, типа, за счет этого очень много тревожности, ну, то есть, плюс революция, достаточно сложное было место тогда, то есть, я работал, там, ну, по 70 часов в неделю, вот, я сильно потратил свое здоровье, но, через, там, полтора года работы примерно, я был уже, ну, типа, на износе, то есть, у меня уже организм конкретно давал понять, что, типа, чувак, не надо так, у меня появилась витилиго, витилиго это заболевание, которое чаще всего приведется генетическим путем, это когда у тебя на коже просто отсутствует пигмент, да, то есть, если на коже это просто белые пятна, если на волосах, это такие серебряные волосы, вот, и в какой-то момент вот здесь вот у меня, ну, просто был клочок белых волос, я такой, типа, вот, факт, что это такое, я пошел к врачу, он мне такой говорит, ну, как у тебя со стрессом, я такой, ну, вот так, там, такой, ну, тебе этот организм пытается что-то сказать, короче, возможно, стоит его послушать, да, я просто ушел в Garden Leaf, это когда ты приходишь, ну, типа, ты получаешь зарплату еще 3 месяца, но не работаешь, у тебя виза еще, это, ну, остается, то есть, у тебя есть время, там, короче, там, найти работу и так далее, вот, на момент, когда я уже получал Garden Leaf, у меня уже был оффер от другой компании, получить оффер у меня не было особо каких-то проблем после революты, я работал в компании, которая называется Vili, Vili это Uber для богатых людей, вот, изначально это, ну, типа, это компания, которая была основана в Европе, но это российская компания, по сути, там большинство людей российские, Vili есть в России, в основном это их основной рынок, я работал там, после Vili я работал в компании, которая называется Fresh, это быстрорастущий стартап, тоже на момент, когда я пришел, мы подняли 150 миллионов долларов, вот, и начали очень быстро расти, это Beauty Wellness индустрия, это как Deliveroo, как Uber Eats, ну, то есть, доставка продуктов только для Beauty Wellness услуг, это барбершопы, массаж, спа, глазки, реснички, ноготочки, то же самое, примерно, только в другой индустрии, то есть, если там, условно, в индустрии доставки еды и продуктов, это уже была существующая штука, то в индустрии Beauty Wellness услуг такого еще не было, я когда ушел оттуда, я был абсолютно потрачен, и, как я позже сейчас вот диагностируюсь, это скорее было что-то типа гипомании, то есть, когда я ушел оттуда, я не работал примерно 7 месяцев, я начал делать другую деятельность, я сделал музыкальный лейбл, делал благотворительные концерты, всякими такими штуками занимался, и понял, что, то есть, мне нужно что-то, короче, что-то искать, что уже, типа, не абьюзивное, что-то, к чему душа лежит, и, собственно, искал и нашел. Сейчас я работаю в компании, там, Early Stage Startup, у нас там, условно, 6-7 человек, и мы делаем Pet Healthcare Platform, да, то есть, это, то есть, есть Human Healthcare, да, то есть, там, не знаю, Bionic, там, Supplements, там, типа, трекать свое здоровье, всякое такое, там, Apple Watch, да, только, то же самое, только для животных, там, по сути, первый на рынке, кто это, там, делает такого рода продукт, и это то, что я всегда хотел делать, люблю животных, вот ричи валяется, да, завел собаку, и строю сейчас компанию своей мечты с, в качестве Chief Product Officer, один, ну, то есть, в команде основателей. Про айтишную тусовку в Лондоне, она очень такая замкнутая в себе, все друг друга так или иначе знают, это прикольно, и, ну, типа, после войны она стала в разы, в разы больше, очень много ребят сейчас сюда переехало, делают новый проект, знакомятся, заводят отношения в русском бабле, айти, очень много, там, именно, люди находят, там, своих возлюбленных, лучших друзей, компании, свою ассимиляцию, по сути, в стране находят через, именно, этот бабл, через эту тусовку айтишную. Любое принятое мною решение в прошлом чаще всего правильное, потому что ты не знаешь альтернативный исход. И, как бы, я никогда не жалел, и, как бы, эти челленджи мне в целом нравились. Я приехал сюда с конкретным пониманием того, что, там, в IT-индустрии, да, в музыкальной индустрии, Лондон — это столица, да, то есть это магнит, мировой магнит для талантов, для денег, для всего, да, и, как бы, я ехал сюда, потому что точно понимал, что здесь, как бы, есть нужная почва для того, что я хочу достигнуть, ну, типа, там, построить империю, мир завоевать, вот это все, да, как бы, из Питера это сложно было сделать. Когда ты переезжаешь в другую страну, это большая встряска для твоей системы ценностей, происходит глобальная, очень жесткая переоценка системы ценностей, да, которая, там, конкретно мне нужна была. Допустим, ты сталкиваешься с одиночеством, сталкиваешься с тем, что мир вокруг тебя вообще, то есть то, как ты привык жить, там, как бытовуха, да, то есть, причем это какие-то мелкие моменты, то есть, условно, момент, знаешь, когда я, там, стою на остановке в 6 вечера, вот, и, значит, уставший, голодный пипец, хочу домой, и, значит, жду своего автобуса, вот, на остановке проезжает автобус мимо меня, я такой, ну, окей, вот, и, там, значит, второй, третий, четвертый, пятый, я, там, час стою, типа, автобус ездит мимо меня, я, там, пишу в чат друзьям, типа, прикиньте, стою на остановке, уже час, как бы, типа, 5 моих автобусов проехало. Они такие, а ты не знал, что под 6 вечера нужно, типа, руку поднимать, чтобы они остановились? Я такой, типа, чё? Я, когда переехал первый раз в свою квартиру, ты въезжаешь в квартиру, там, у меня не был оплачен газ, то есть, у меня, по сути, в квартире не было света, газа, а здесь нет центрального отопления, то есть, я спал, там, первые две ночи, ну, типа, в нескольких кофтах, и просто было холодно, а чтобы оплатить всю эту хрень, короче, там, ну, типа, нужно погрузиться в эту систему, там, какие-то, блядь, аккаунты завести, что-то там сделать, куда-то позвонить. Ещё ты, когда звонишь британцам, тут, как бы, человеческий труд ценится выше, там, типа, автоответчики, ты ему что-то говоришь, он не понимает твой акцент, ты не понимаешь, что тебе это автоответчик, короче, ты в какой-то момент доходишь до человека, и, как бы, акцент, допустим, британский, это не американский, который, там, по телеку смотришь, с британцами, когда ты говоришь по телефону, по каким-то очень важным вопросам, ты понимаешь процентов 20, и я обычно такой, типа, yeah, я окей, я, я, типа, я не понимаю, на чё я соглашаюсь, я такой, наверное, всё будет окей. Я абсолютно не интегрирован в британское общество. У меня есть два более-менее близких человека англоязычных, они не британцы, один из них итальянец, другой австрийец, это ребята из революции, мои достаточно хорошие друзья. Остальные ребята, это русские, украинцы, белорусы. Говорю на английском я только на работе, то есть все мои друзья русскоязычные, и такой, типа, некий бабл, в котором ты живёшь. Отношения сложная штука, как мы все знаем, и разница наших бэкграундов и менталитетов, да, то есть условно, ну, там, у меня есть определённый бэкграунд менталитета, он даже, там, не столичный, да, то есть он региональный. То есть то, там, в чём мы росли, да, то есть там, не знаю, что ты, там, короче, дрался пять раз в неделю, типа, на улице, что, там, меня с ножом атаковали, там, в такси душили, короче, вот эти все истории, да, они накладывают на тебя определённый, там, бэкграунд. Ну, от партнёра ты хочешь понимание, да, и этого понимания трудно достичь, если человек не проходил через такое. И плюс языковой барьёр. Языковой барьёр, ну, то есть язык, вербальная коммуникация, это примерно 80% селф-экспрессии, да, 20% невербальные, там, всякие, там, жесты, позы, всякое такое. Вот, если язык, это 80% твоей селф-экспрессии, то, ну, то есть, условно, я, когда говорю на английском, я не Миша, да, то есть я говорю другие вещи, я говорю в другом стиле, я их формулирую по-другому, да, я другой человек, литераль, я другой человек, и обычно чуть более отстойный, да, не такой острый, умный, классный, как я сейчас, намного более дегенеративный, такой, знаешь, как я этот, кейвмен-инглиш. И с точки зрения, там, построения отношений, да, то есть какого-то коннекшена, его намного более сложнее достичь с человеком с другим бэкграундом, европейским, который, типа, не видел и не жил то дерьмо, в котором я жил, не хавал 18 лет дерьмо ложкой каждый день, вот, и, условно, мне трудно будет сконнектиться с человеком, который не приходил этого. Откуда бы вы не были родом, какая бы ваша страна не была в паспорте, мы все объединены одной целью, чтобы эта планета была лучше. То, в чем мы сейчас находимся, ситуация, да, я бы назвал это глубоко объязивными отношениями власти и народа, да. И как и из любых объязивных отношений, да, то есть там, из них есть выход, и этот выход заключается в том, что нужно начать с себя и с работы над собой, чтобы выйти из объединенных отношений, ты должен сам от собой провести работу и из них выйти. Наш народ застрял достаточно надолго в этом бесконечном цикле насилия и абьюза, да, соотношений этих властей и народа, да, и из него даст порочный круг, из которого достаточно сложно выйти. Когда были протесты, он вам не демон, 18-й год, да, то есть я, наверное, первый раз увидел вот это насилие, которое происходит на улицах по очереди, да, были массовые протесты, то есть когда ты видишь там, как идут, ну, типа, люди, там, классные, светлые люди, мирное шествие, никого не трогают, типа, просто идут, иначе вылетают люди более агрессивные в форме и начинают их херачивать дубинками без разбора. Женщин, бабушек, дедушек, похороны, ну, то есть насилие, да, то есть тогда у меня там, ну, там, проступают слезы, that doesn't feel right, типа, это что-то, короче, неправильное, да, то есть, наверное, вот протесты, он у меня демон, триггернули меня, да, и я как-то, значит, начал читать, погружаться в эту тему, значит, да, там, в русский политический, политологический YouTube, вот это все, и, да, начал потихоньку делать какие-то посты, ходить на протесты, более-менее регулярно. На момент отъезда, то есть когда у меня уже был оффер от Революты, то есть у меня было две недели до переезда, я на полном серьезе, то есть тогда, когда я тут ходил на протесты, у меня было очень четкое ощущение, вот то, что я сейчас делаю, да, это очень правильная штука, то есть, типа, то, как я сейчас трачу свое время, да, я, ну, то есть есть, как бы, в моей, там, системе координат, там, клер ли зло, там, ситхи условные, да, и, как бы, они явно делают неправильные вещи, есть, типа, клер ли добро, то есть люди, которые пытаются, типа, это исправить, и очень вот это наполняющее изнутри чувство, что я сейчас, как бы, делаю что-то очень правильное, да, и то, что когда я, там, буду умирать, я, там, своим внукам буду рассказывать, я знаю, что я, ну, прожил свою жизнь не зря, я делал что-то, типа, правильное и стоящее, да, это чувство, оно очень вдохновляющее и наполняющее смыслом, что очень резонировало со мной, и я на полном серьезе рассматриваю альтернативу, типа, вот это вот, Лондон найти карьера, короче, там, завоевать мир, или вот остаться здесь, значит, и, там, бороться с системой, и когда я приехал сюда уже, у меня был очень большой внутренний конфликт, то есть, типа, условно, приехав сюда, я еще жил там, ну, то есть, типа, я смотрел все, там, прямые трансляции, там, как проходили, там, выборы, умное голосование, потом, в какой-то момент я приехал в Россию на пару недель, это когда Навальный вернулся, вот, были протесты, мы, я ходил на разные протесты, там уже, ну, все посерьезнее было, то есть, там уже бегал ОМОН, там много кого забирали, я, там, пару раз убегал от ОМОНа, и в день суда Навального вышло очень мало людей, реально очень мало людей, и они вытирали, там, подожду, сказали, ну, типа, это, по сути, suicide mission, короче, сейчас идти, не факт, что, короче, это хорошая идея, я, естественно, пошел, и, ну, да, нас на Дмитриевском переулке оцепили в кольцо, забили дубинками и задержали. Сама отсидка, да, то есть, мне дали, там, 13 суток, это не самый, как бы, experience, то есть, там, да, там дискомфортно, там есть свои приколы, там, кукуха плывет по определенным, короче, образом, но это не самая сложная часть. Самая худшая была в ОВД, то есть, там фиксировались пытки, то есть, надевали пакеты на голову, били в солнышко, угрожали, там, бутылкой в задницу засунули, всякие такие, короче, вещи, то есть, там было очень такое большое давление. Тоже тут нужно понимать, что, как бы, люди, которые это делают, они тоже люди, да, то есть, как бы, даже, там, отбитые садисты и не очень, там, образованные люди, они тоже люди, у них есть что-то человечное, да, они это делают не потому, что они, там, полностью отбитые, да, они искренне верят, то есть, им на полном серьезе, им показывают фильмы про то, что, там, если вот эти ребята, им, значит, заплатил госдеп, то есть, они на полном серьезе относятся к тем, как к предателю Родины, то есть, им, ну, они за тех, за человека не считают часто, то есть, большинство, да, вот. В автозаке мы в сумме провели больше суток. С момента задержания, как его задержали, до момента доставления уже в спецприемник, где ты уже сидишь нормально, в ИВС, прошло три дня, то есть, мы нормально не спали, за три дня я поспал пять часов на полу, вот, мы нормально не ели, нас не пускали в туалет, мы, типа, там, всякие такие штуки, вот, а когда ты сидишь уже, там, все в целом, ну, типа, камера железная, все прибавлено к полу, холодная вода ржавая, ты можешь курить, писать, читать, играть в морской бой, в шахматы, что мы и делали. У всего есть предел, у бездействия есть предел, у беззакония есть предел, у тирании есть предел, у страха есть предел, и мы его достигли. Нас много, у нас есть голос, и его должны слышать, слышать громко и отчетливо, где и на чем мы стоим, за что боремся и что из себя представляем. Я выходил потому, что просто не мог не выходить, да, то есть, я не думал о какой-то эффективности вообще, насколько это эффективно и так далее. Сейчас я понимаю, что, типа, люди в России, допустим, они, ну, по понятным причинам уже не могут этого делать, то есть, у них есть реальная угроза их благополучию, их жизни, их близких, да. Мы здесь имеем эту возможность, да, и это некий дар, да, и то, что мы отсюда можем транслировать, в том числе люди там, они это видят, это раз. Второе, одна из самых главных и больших сейчас проблем, это восприятие нас как нации, да, нас как русских внешним миром, да. То, что факт, что там на протяжении года уже стабильно люди видят нас на улицах, что мы не согласны, изначально, как бы, то есть, ты можешь видеть, как здесь отношение, то есть, менялось, то есть, мы на протестах и очень много изначально хейта ловили, когда ты литерали стоишь с баннерами, типа, Russians against war, типа, да, мы, как бы, против, к тебе подходят люди, часто украинцы, часто кто-то еще, и говорят, типа, валите в свою Россию, типа, сгорите в аду, проклятые русские, идите свергайте своего царя, и так далее, вот. Сейчас уже можно заметить, что, ну, ситуация изменилась, и люди, то есть, когда ты еще, знаешь, тебя спрашивают, where are you from? Ты такой, I'm from Russia. И люди, как бы, очень, ну, по-разному, странно реагировали. Сейчас в этой реакции очень много можно видеться чувства, да, то есть, люди понимают, что, как бы, то есть, мы не все русские, это, типа, war supporting, короче, там, про путинский и так далее. Люди это начали понимать во многом, потому что мы, да, мы показали это, да, то есть, по всему миру мы это показали, и это имеет значение, вот. Это эффект, ну, это не так эффективно, и, обвесли, как это делать в России, но в текущем контексте, в данных обстоятельствах, это одно, один из немногих инструментов, которые мы в целом имеем вообще, да, и было бы безрассудно и глупо этим инструментом просто не пользоваться. Это не спринт, это марафон. Я в какой-то момент начал делать некую компенсацию, да, то есть, я ушел из протестов, изначально не, не никуда, да, то есть, я понял, что вот я там протестую, это, ну, есть другие способы. Я конкретно открыл музыкальный лейбл и начал делать благотворительные концерты. Я в тот момент начал компенсировать тем, что я, ну, то есть, вместо того, чтобы условно раздалбывать себя, короче, просто там поглощением контента и, там, криками на улице, да, то есть, каким-то действием нашли фонд локальный, который помогает детям, которые лишились родителей в Украине, и мы жертвовали деньги туда, и это вот такой, такая форма не протеста, а действия, всегда я занимаюсь самовыражением, я делаю что-то полезное, мы, типа, отдаем деньги туда, мы кому-то, вот, там, конкретно присылают репорты, да, что вот, там, короче, вот дети, фотографии, им купили одежду, им купили учебники, да, мне это приносит спокойствие, мне это приносит чувство самореализации, я искренне верю в то, что единственный способ делать что-то по-настоящему классное и клевое, это, ну, особенно в музыке, да, особенно в каком-то творчестве, это не, там, делать что-то, там, коммерчески, да, а просто, как говорится, you can't compete with those who are having fun, да, so let's just have some fun, мы делаем что-то классное, не потому что, типа, это вообще история не про деньги, то есть, ну, признаться честно, и, то есть, я, то есть, для меня лейбл, это скорее печка, в которой я сжигаю свои деньги, да, вот, но я искренне верю в то, что единственный способ создать поистине что-то клевое, настоящее, там, не знаю, великое, да, это делать то, что тебе нравится и хочется, ну, то есть, ты в первую очередь, чей здесь это, а, там, деньги, профит и все остальное, оно придет, как следствие, вот, вот, такого и такой мотивации. Есть, ну, то есть, есть очень лаконичное определение человека, в которое я лично верю, которое я для себя определил. Человек — это выбор, да, то есть, сейчас перед вами сидит не Миша, он говорит сейчас на камеру, да, перед вами сидит набор выборов, которые я делал всю свою жизнь. Маленький выбор, большие выборы, маленький, там, пойти, значит, учиться или пойти тусить с друзьями, да, пойти налево и, там, быть сбитым автобусом, пойти направо и встретить, там, любовь в своей жизни, там, переехать в Лондон или остаться в России, выйти на протест или не выйти, да, там, попасть в тюрьму или не попасть в тюрьму. Я в свое время сделал свой выбор, а этот выбор мне много чего стоил, да, он мне стоил очень много ментального здоровья, физического здоровья, отношений с семьей, со всей моей в том числе. И я этот свой выбор сделал, я живу с его последствиями. Просто нужно понять один простой момент, что там, конкретно сейчас выбор, там, молчать, не выйти, ничего не делать — это тоже выбор, да, и он будет нести свои последствия глобальные, то есть, если это будут такие, что сейчас, ну, там, тебе кажется, безопаснее сделать так, но глобально, если ты посмотришь, если следовать этому выбору, у тебя не будет никакой гарантии, что, типа, завтра ядерный грипп не появится где-то, что над твоей головой не будут летать ракеты, что ты не окажешься в колонии со шваброй в жопе, и твои дети тоже. Это потенциальные, вполне вероятные, как сейчас мы уже видим, последствия выбора чего-то не делать. Это реальность, в которой мы живем, ее нужно признать, и ее очень сложно признать, и этот выбор сделать сложно, и его нужно делать осознанно. И, знаешь, причин, там, почему я уехал, да, я принципиально свободолюбивый человек. Делай, что должен, и будь, что будет — это на самом деле очень старая, там, как бы, цитата, и у меня дед мой, который меня воспитал всю жизнь, говорил, да, это то, чем я руководствуюсь. Типа, делай, что должен, и здесь некий. То есть у меня есть свое чувство долгое, что я должен делать, и будь, что будет. Когда я поступаю верно этому, ну, то есть согласно этому принципу, я вот должен, то есть если я вижу, что такое происходит, я должен это сказать. Как бы, я просто понял, что в России, как бы, если говорить, ну, как бы, там, можно плохо закончить, да, и здесь с точки зрения, там, моей, там, моего свободолюбия, там, вольномыслия, да, мне здесь намного комфортнее и безопаснее, разумеется. Родина — это твой бэкграунд, который формирует тебя как личность во многом. Когда ты приезжаешь сюда, и люди с абсолютно другим бэкграундом, у них другая родина, абсолютно не отсекая, что мы вообще за люди, ну, то есть они, ну, не понимают нас во многом, они пытаются понять, и такие, типа, вау. Переехав сюда, как бы, я сильно изменился, да, то есть условно, там, какие-то шутки, которые мы там у себя шутили, которые в нашем обществе считались нормальным, да, здесь я понимаю, там, вообще абсолютно неполиткорректный, да, то есть я там стал намного более политкорректным человеком, когда сюда переехал, и этот отрыв от Корнея на многом на меня повлиял, что я стал, ну, более приятным человеком, я бы сказал. Я слышал по отношению к себе очень часто эту фразу, когда путешествовал по бюджетному санаторию во время отсидки. очень относительная штука, для меня, люди, которые называли меня предателями Родины, являются предателями Родины, для них я являюсь предателем Родины. По факту для меня это искусственное понятие, сложно предать Родину, можно предать идеологию, можно предать людей, которые находятся у власти, Родину, предать сложно, это абсолютно искусственное понятие, которое выдумано правителями государств, мне кажется так. и суть облачной России в том, что она облачная, и Россия с законопроектами, с законами мы все видим, во что это превратилось, это часто приводит к таким феноменам, как безумный принтер. да, и суть и красота облачной России в свободе от этих законов, в их отсутствии, она совершенно гармонично существует вне законов, как и, наверное, и должна существовать. я всегда верил, что во вселенной существует баланс, типа баланс жизни, баланс жизни и смерти, добра и зла, условно на всегда на всех ситхов существуют какие-то джедаи, и согласно третьему закону Ньютона, на любое действие всегда есть равное и противоположное по силе противодействие, и условно на любых Соловьевых, Симонян, да, есть такие люди, как Юрий Дудь, Гуриев, Шульман, и с этой мыслью живется намного проще, что, типа, знаешь, это ничто не ново под луной, это как бы вечная борьба, она всегда была, есть и будет, и как нам показывает история, добро всегда побеждает зло, и если это еще не так, это просто значит, что это еще не конец, и рано или поздно это случится. Важно верить, потому что человеческая вера это достаточно сильный инструмент, которым нужно уметь пользоваться. И вот в наши времена, когда, типа, реально тяжело, достаточно темные, сложные времена, это один из тех немногих инструментов, которые вообще есть в нашем арсенале. и многие, я лично точно живу, живу на этой вере, потому что человеческая вера способна на многое. ваше, как можно помнить, В Великобритании, на самом деле, собрание разных стран, да, это Уэльс, это Англия и это Шотландия, и у всех очень четкая идентичность, все очень сильно удивляются, когда их называют, мешают в одну кучу британцами, называют, у нас есть уж совсем по-настоящему, да, говорить в Великобритании и Северной Ирландии еще есть, Ирландию и Северной Ирландии их тоже надо не путать, а еще есть британские острова, в общем, все сложно, поэтому есть и термин британцы, да, бритиш, оно уже включает вот всех, и он более инклюзивный, более глобальный тоже термин, но он более современный термин, ну, то есть, отмотать лет на сто назад, опять же, большинство людей все-таки будут о себе больше думать как либо англичане, либо шотландцы, либо валийцы, современные люди, современные британцы, они уже думают о себе именно как о британцах, да, чуть более глобальный термин, но он включает таких, как я, условно говоря, понаехавших, которые родились не здесь, и англичанином я никогда не стану, и по крови, опять же, я не англичанин ни разу, да, Но именно как идентичность я могу быть британцем. Сколько у нас есть времени? Очень много. Это очень долгая история. Вам придется меня хорошенько порезать. Наташа Семенова, 58 лет, город Москва. Ну, она была такая обыкновенная Россия-то в детстве. Вернее, нам так казалось, что она была такая, какая она была. Это сейчас эта история, про которую снимают фильмы и делают тематические рестораны. А тогда это просто была обычная коммунальная квартира о семи комнатах, как раньше в книжках писали, с кухней общей, и одной ванной, и одним туалетом. Спустя годы я узнала, что это была наша квартира до революции. Но об этом никто, конечно же, не говорил. У нас было две комнаты в коммунальных квартирах. У меня с мамой и у моей бабушки, которая была на земляном валу. На земляном валу была квартира моей прабабушки и прадедушки, которые они купили. А, соответственно, на Покровке была квартира моей прабабушки и прадедушки по папиной линии. Они были еврейские юристы состоятельные. Это была вот их семикомтная квартира. На земном валу были мои прабабушка и прадедушка по маминой линии. Они были такого не очень богатого дворянского рода. Но я как-то спросила не так давно свою маму, которая все это помнит. Я говорю, как, наверное, интересно, как они чувствовали прабабушка и прадедушка, умирая в проходной комнате своей собственной квартиры, которую они купили на собственные деньги. Она говорит, ты знаешь, они, наверное, были так счастливы, что их никуда не сослали и не расстреляли, что они все-таки умерли в своей квартире, пусть и в проходной комнате. Мои прабабушка и прадедушка по маминой стороне, которые из дворянского рода, они оба были очень красивые персонажи. Но прадедушка очень вовремя спустил состояние на скачках перед революцией, поэтому особенно раскулачивать нечего было. И прабабушка вышла замуж за какого-то театрального директора, а прадедушку, который был невероятно хорош собой и стоял во время гражданской войны на каком-то рынке и продавал пуговицы, потому что делать он больше ничего в жизни не умел. Его подобрала дама, которая делала шляпки. Она потом стала очень успешной напманшей и делала шляпы для всей знатии, такой советской в 30-е годы, в том числе и для шаляпина. И она подобрала этого прекрасного, красивого мужчину, который, собственно, и провел всю свою жизнь с ней, как у Христа за пазухой, просто будучи красивым мужчиной всю свою оставшуюся жизнь до 60-х годов. И она, когда еще в расцвете НЭПа, построила себе дачу двухэтажную в поселке Удельное. Был такой очень модный дачный поселок, он был моден еще с царских времен, и сейчас он по-прежнему очень знаменит. И моя мама провела там все свое детство с младенчества до 18 лет. И годы берут свое, с каждым годом все хочется повидать те места, где ты был юн. И мама в последние годы все говорит, ну, я так хочу поехать в Удельное. Я так хочу поехать в Удельное, посмотреть, как там все. И такие я сорганизовала через друзей, у которых там тоже дача. Мы поехали в Удельное, я ее предупредила, что там, скорее всего, ничего уже нет, поскольку все перестроили. Процентов 80 там все перестроено, в современные особняки. И дачи 20-х годов практически не сохранились. И вот мы туда приехали на машине, и дача была такая, какая она была сто лет назад. И я решила, надо постучаться в дверь, что самое страшное, что может произойти в этой жизни. Нас, скорее всего, пошлют, но это же как бы нам привычно. Я постучалась в эту дверь, и в окошке появилось лицо пожилой женщины. Она подошла к воротам, беззлобно она на нас смотрела, и я издалека я затеяла. Я сказала, ну, вы нас извините, я к вам с таким непростым и немножко странным вопросом, но вот тут со мной моя мама, она не была в этом доме 60 лет. И тут я как бы набрала еще дыхание, чтобы продолжить этот монолог, и она вдруг, посмотрев на мою маму, сказала, Марина. Она никаким образом не могла знать, кто такая моя мама по возрасту. И был такой, как бы последний акт ревизора, всеобщая пауза, потому что никто не понимал, что происходит. Она говорит, ну, проходите, проходите же в дом. Они были плюшкиными. Нам повезло, страшно, что они были плюшкиными, они не выбрасывали ничего, там осталось все, как было 60 лет назад, когда уехала моя мама. Они те люди, которые купили эту дачу после моего прадеда и его жены. И они берегли все документы, все письма, все дневники. И ее родители писали в письмах о семье, у которой они купили дом. Соответственно, она знала все про нашу семью. То есть они как бы купили дом вместе с историей нашей семьи. Это была часть пакета. И они эту историю выучили. И, соответственно, приезд моей мамы, это был просто такой приезд некой графини из прошлой жизни. Вот. И вот была такая удивительная встреча. И теперь эта семья – часть маминой жизни. Они встречаются, обсуждают, что происходит в деревне. И эта женщина пишет книгу воспоминаний об этом поселке. Я зачем-то пошла учиться в советское время на философский факультет МГУ. Единственное, чего я не знала, что я же была гуманитарием чистой воды. Думаю, сейчас поступлю, буду книжки читать. А я прихожу туда, поступаю. Они говорят, так, первый год у вас математика, физика и биология. Второй год философские проблемы математики, философские проблемы физики, философские проблемы биологии. Я закончила свой философский факультет, где я занималась эстетикой как самой неполитической части философии. И там как-то можно было развернуться, не натыкаясь на каждом углу на Маркса с Лениным. Хотя они там тоже вводились, но в меньшей степени. И потом я решила, что я должна нести прекрасное новому поколению почему-то. И я пошла работать в школу во второй математической, сейчас второй математический лицей. Меня взяли скрипя сердцем, потому что у меня не было педагогического образования, а МГУ не считалось. МГУ было плохое образование, потому что там не учили, как учить, там просто учили предмет. Но поскольку у них была нехватка кадров, пришлось взять и меня. И пожалели об этом жестоко, потому что когда я уходила оттуда, мне сказали, ну, Семенова, смотрите, вы можете либо сами уйти, либо мы вас уволим за политическое развращение малолетних. Были собрания, посвященные, тема называлась «Семенова не любит Ленина». Я приходила, стояла у доски, мне все рассказывали, как я не люблю Ленина. Но поскольку годы уже были какие-то такие вегетарианские, уже почти виделся свет в конце туннеля, то страшно не было совсем. Даже наоборот, ты как бы немножечко подстебывалась, а может быть, это потому что я была молодая и глупая, что тоже, когда ты молодой и глупый, ты бесстрашный и не понимаешь, что жизнь конечная, и тебе могут сильно навалять. Я ушла из лицея, как я ранее сказала, по причине политической несостоятельности. Я потом преподавала в Мессиси философию, и поскольку времена уже совсем стали свободные, можно было говорить все, что угодно, и, казалось бы, думала я сейчас, я тут как бы и развернусь. Но пришел капитализм, и зарплат философа стало не хватать, ну, буквально ни на что. И уже ты понимаешь, что бог с ней с философией, надо как-то есть. Но, опять же, поскольку ты молодой все еще, и бодрый, и детей у тебя маленьких нету, то, в общем, все это не страшно. И тут мое первое соприкосновение с капитализмом было, когда меня пригласили работать в некую маленькую компанию, сидящую у метро Кунцевская. Впоследствии она стала союз-контрактом, та, которая поставляла бесконечное количество ножек Буша. Но тогда они еще об этом не знали, об этом никто не знал. Это была маленькая компания, состоящая из трех с половиной мужчин в маленькой квартире. Им нужна была женщина, которая готовила бы им обед и убиралась. За зарплату в пять раз больше, чем моя философская зарплата. Я сказала, бог с ней с философией, я поубираюсь. И пошла убираться. И оказалось, что я неплохо готовлю. Но поскольку я была единственной человеком с высшим образованием, то когда к ней приходили люди на встречу, они просили меня снять фартук, пройти в комнату, сидеть за столом и изображать переговорщика. И как это вообще делать умное лицо. Что я успешно делала. А потом выяснилось, что они купили типографию. Но тогда делали все, что угодно. Они занимались всем, чем угодно. Вдруг я сказала, вдруг мы купили типографию в Челябинске. Давайте книжки печатать. Кто у нас тут по книжкам главный? Семенова. И я сказала, хорошо, будем книжки печатать. Но интернета же тогда не было, дети. Все училось как-то вот. Вот как-то училось. Само. Я не знаю, откуда-то училась. В общем, я выучилась, как ходить в министерство печати. Как получать номер для книжки. Какой толщины должна быть бумага. Все это я выучила. И мы решили, что мы опубликуем. Что бы нам такое опубликовать? Денег платить не хотелось. Значит, надо было кого-то, кто уже умер давно. И мы решили опубликовать Хармса. Вот где-то сейчас до сих пор бродит издание. Под названием меня называют Капуцином. С иллюстрациями художника Мурышкина. Великими. Его, по-моему, уже несколько раз переиздавали. Больше всего меня порадовало, когда я в Лондоне пришла в гости к своему другу. И у него на полке стояла эта книжка. Две вещи меня удивило. Первое, что он сказал, что она не вырос. Наташа. А потом сказал, что здесь я ее украл из библиотеки Брикстона. А потом я стала работать на английскую фирму. Там было все по-другому. Там я впервые увидела англичан живых, настоящих. И это была уже совсем другая история. Они выгляделы совсем не так, как в романах. Во-первых, они впервые встречала делегацию англичан, которые приехали в министерство на некую конференцию о приватизации, которую я организовывала. Они все выглядели одинаково. Они все были в одинаковых синих пальто, в темно-синих костюмах, в тонкую белую полосочку, в одинаковых ботинках. Я тогда подумала, нас же всегда учили, что одинаково надеваются КГБшники, потому что у них распродажи из одного торгового центра. Они все такие же, только у них пальто получше. Но оказалось, что это униформа Сити Банковсовки. Вот людей из Сити, они все так ходят. Но тогда это было очень удивительно. Свободы, бесконечные возможности, горизонты, как в океане. Ты не знаешь, что будет завтра, но ты просто на волне плывешь, как серфингист, наверное. Ты не знаешь, какая волна тебя накроет. Следующее? Но кайф невероятный. Но вот вопрос правильно поставлен, как вы ощущаете? Потому что нельзя говорить, 90-е были такими-то. Они были всякими, они были разными. У всех они были разными, и мы по-разному это воспринимаем. Мне повезло, что я была свободная, одинокая, без детей. У меня не было никаких обязательств. Я могла себе позволить роскошь, впитывать этот мир, каким он был. Я вполне допускаю, что кто-то с младенцем в эти годы, когда не было ничего, и нет было способа кому-то заработать денег, было тяжелее. Но для меня это были воспоминания удивительные. И сейчас ты вспоминаешь какие-то истории, думаешь, неужели я это делала, неужели это была я, это я стала жива. Ну, как мы часто вспоминаем свою юность, когда мы делали какие-то безумные, радостные, веселые поступки. В моей жизни было две заграницы. Заграницы, как мы называем, малая, заграница большая, настоящая, взрослая. Малая заграница – это Болгария, Румыния. Мне было 18 лет. Моя мама скопила невероятное количество денег. И место, где я работала, мне выделила за эти деньги путевку в Болгарию, Румынию. Но до этого должна была пройти интервью в райкоме, чтобы убедиться, что я достойный кандидат для поездки в Болгарию, Румынию. Я была достойным кандидатом, потому что я помнила фамилию первого монгольского космонавта. Вот вы не знаете, дети, а его звали Жукдар Гамедин Гуракча. Вот вы меня разбудите среди ночи, я вам сразу скажу. А они решили, что на основании этого, что в Болгарию мне ехать можно. Но они ошиблись. В Болгарии мне ехать нельзя, потому что про монгольского космонавта меня никто не спрашивал вообще. Никто. А я пошла гулять с болгарским мальчиком, мы держали за руку. А это было против правил. Вот. На меня настучали, написали телегу, что, в общем, я падшая женщина. И пускай мне больше за границу нельзя. С этим я, в общем-то, и смирилась. Но пришли 90-е. Оказалось, что это уже все совсем неважно. И это... Наступило время моей первой большой взрослой за границей. Это была Англия. Я туда поехала впервые в 92-м году. Мне было 28 лет. И это было ошеломительно. Но я помню, что первые несколько дней у меня болели щеки, потому что я все время улыбалась. Я улыбалась 24 часа. Я просто не могла. Я начинала их массировать, чтобы как-то успокоить лицо. Это был январь. Был такой сухой, солнечный январь. И это было удивительно. Не было ни грамма снега. Было сухо, чисто. Можно было ходить в кроссовках. И у меня было такое легкое безумие. Я поняла, что я влюблена в эту страну. Я просто в нее влюбилась. Случилось так, что я переехала из-за замужества. Но до этого я приехала в Англию просто пожить, потусоваться, побыть свободной. Ну, как тут, пожить. И это было очень здорово. Потому что в отличие от российской действительности, где в 32 года ты считаешь уже взрослой дамой, и уже пора бы и честь знать, тут я была просто молодая девица. И когда люди узнавали, что я уже побывала замужем в 32 года, они очень удивлялись. Говорили, когда же ты успела-то? Говорили, милые мои, знали бы вы, сколько мы успеваем до 32 лет. Больше всего мне всегда здесь нравились люди. Это удивительная доброта, но не лезущая в душу доброта, допускающая твое право на существование в том формате, в котором ты есть, не влезающая тебе в душу, ничего не требующие, не советующие, но на которых ты можешь оперяться в трудную минуту, на самом-то деле. И их удивительная, конечно, самоирония, как нация. И она мне всегда очень импонировала. Мне всегда казалось, что самоирония позволяет нации выжить в самые трудные минуты и трезво на себя посмотреть. И на человеческом, и на национальном уровне, мне кажется, очень важная черта. Интеграция произошла естественным путем. Я пошла на работу в английскую компанию и стала общаться с англичанами. Русских тогда было немного, так что вот всего этого богатства выбора, которым сейчас балуют нас Англия, этого не было. Работали с чем было. А были англичане. Учишься как можешь понемногу. Иногда делаешь оплошности, ошибки, но ничего, учишься на них, и потом они прощают ошибки. Они понимают, что ты человек из другой вселенной, и твои некоторые косяки насмотрятся с умилением порой. А ты учишься. Шли годы, я все еще учусь. Самый трогательный стереотип был в 92-м году, когда я приехала в Бирмингем на выставку продуктов питания, которую мы подумывали закупать для России. Мы подошли к какому-то стенду, который продавал не то что печенье, не то какие-то джемы, я уже сейчас не помню. Я попросила у них прайс-лист, они сказали, вы откуда? Я сказала, я из России. И он так на меня с нежностью посмотрел, я говорю, вам это будет очень дорого, девочка. Знал бы он тогда, что через несколько лет мы скупим все их футбольные клубы и все их дворцы, но тогда мы воспринимались как бедные несчастные люди, которых нужно накормить, помочь и как-то спасти. этого был первый стереотип, который мы как-то превзмогли. Потом были стереотипы олигархов, безусловно. Это тоже очень занятные истории, потому что на самом деле их здесь, кот наплакал, все равно основная масса русских здесь, это не они. Они просто видны и про них говорят. А основная масса еще из первой волны иммигрантов, ну, те же айтишники. Это то, что мы называем жены, которые бывают всякие разные, которые тоже и работают, и профессиональные, там, ракетологи, банкиры, айтишники и так далее. Много ученых. Просто мы говорим почему-то про олигархов. А на самом деле количественно они совершенно не представляют основную группу иммигрантов здесь. просто приезжали по другим причинам. И сейчас мы сталкиваемся нисколько с другим качеством людей приезжающих. Просто их отражение в зеркале другое. Сейчас олигархи про себя, они говорят, что они олигархи. Они тихо сидят, прижав уши, и говорят, даже если они олигархи, они говорят, что, наверное, они художники или поэты. Ну, кто-то еще, но не олигархи. Сейчас это уже не модно. Сейчас нужно как-то себя немножечко пропускать через еще другую линзу. Кем я являюсь, я не знаю до сих пор. Я сама себе задаю этот вопрос. Есть такое направление философии, если уж мы туда зашли, который предлагает нам отказаться от слова «есть». Есть ли ты русская в Англии? Есть ли ты британка? Потому что это сразу подводит тебя к определенному утверждению, а мы меняемся. Вместо того, чтобы сказать, я русская в Британии, или я британка, я могу сказать, что иногда я проявляю признаки русской в Англии. И иногда, когда мне хочется зайти в русский магазин, купить пельмени, сало и шпрот, я проявляю вот те самые тенденции русской в Англии. Я их очень четко улавливаю. Но иногда, когда я приезжаю в Москву, я замечаю за собой тенденции британки. Я задаю вопрос, я веду себя как совершенно нерусский человек. Так получилось в этой жизни, что мои дети не говорят по-русски, кроме тех случаев, когда они очень голодны. Они были воспитаны в англоязычной семье. Ну, не будем сейчас грустным, но как бы вот так сложилось, как сложилось. В настоящий момент они считают меня очень странным, эксцентричным персонажем по причине моей русскости. Но есть некоторые элементы, которые меня очень удивили. Например, моя старшая дочь не замечает моего акцента. Он у меня, безусловно, есть. Он не очень сильный, но он есть. Она его не слышит совсем. И когда ее друзья говорят, у твоей мамы есть акцент, она говорит, нет, его нет. Не потому, что она меня любит, а просто она его не слышит. Моя старшая дочь, она в какой-то момент сказала, что она хочет сделать себе маленькую татуировку матрешки, чтобы напоминать себе о своей идентичности. они считают себя англичанами. Но им нравится, что у них есть такая вот интересная штучка, что они немного не англичане. И хотя мне они об этом не рассказывают, но я знаю, что там, в том мире, в котором они гуляют, они этой своей такой фенечкой хвастаются. Но я также думаю, что это придет к ним позже. Сейчас они пока дети, они осваивают свою территорию. Это придет потом, когда они повзрослеют, и им захочется порыться в своих корнях, как это бывает с нами, со всеми. И тогда они могут задать мне какие-то вопросы. Сейчас им это все непонятно и, может быть, не очень интересно. У меня было невероятное количество профессий в Москве. У меня была коммунистическая карьера, у меня была посткоммунистическая карьера, и у меня была английская карьера, и потом у меня была постдетей карьера. Ты просто находишь себе какие-то... А вот сейчас я буду вот этим человеком. Вот есть люди, которым повезло. Они врачи, они всю жизнь врачи. А я вот всю жизнь нахожу какие-то разные истории, которыми мне интересно в этот момент заниматься. Когда я приехала в Англию, я стала хедхантером и занималась этим 7 лет до рождения детей. Когда наплодились дети, я поняла, что я замучаюсь быть просто матерью, и мой мозг взорвется. И я решила придумать себе бизнес, я его себе придумала. Он занимался релокацией, наших соотечественников, которые приезжали в Англию и помогли их держать их за руки в момент переезда. Я занималась образованием, английскими школами, английской недвижимостью. Я этим занималась 15 лет, и это была очень интересная история, про которую, может быть, впоследствии я напишу маленькую книжку, потому что там было много смешных и занятных сценариев. Я хочу помнить своего первого клиента, который приехал и сказал, он был женой, их было, кстати, две пары, они сказали, ну, мы хотим жить около Харадзе, нам нужна квартира около Харадзе. Я говорю, ну, это прекрасное место, вы удачно выбрали, а чем мотивирован ваш выбор? Ну, как же? Ты понимаешь, они просто больше ничего не знают, кроме как Харадзе, у них у всех были дети. Я сказала, ну, скажите, вы часто видели детей на велосипеде около Харадзе. И они задумались. Я сказала, дайте мне день. Вот дайте мне день и свое время, я вам покажу другую жизнь. А дальше вы сами решаете, хотите вы жить около Харадзе или нет. Я их посадила в машину и показала им места, где живут настоящие живые англичане, где они живут с семьями, где они ходят в школы, и как это все бывает, и какие бывают дома, и какие бывают сады. И все, больше я их у Харадзе никогда не видела. Они были достаточно жесткие товарищи по-московскому. Им нужно было как бы сначала меня прогнуть, чтобы убедиться, что они получили самое лучшее. Но спустя три года один из них вернулся, сказал, спасибо, Наташа, все было как надо. Я поняла, что это была самая большая похвала в моей жизни. Как-то я попросила его написать мне ревью для чего-то. Он сказал, ну, писать ревью я не умею, напиши, что Семенов отвечает за базар. Я не жалела о том, что я уехала из России. Иногда у меня возникало чувство любопытства, какая была бы у меня жизнь, если бы я осталась в России. И я думала об этом. Я, наверное, бы зарабатывала больше денег в России. Но поскольку это не моя главная мотивация, то как-то это меня не очень мучило. Но не жалела, нет. Тогда у меня не было бы моих детей. Вот возьму человеческую жизнь от нуля до ста, ну, грубо говоря. Ты сейчас все равно в первой трети этого возраста. Ты говоришь, я сейчас все отрезала, отрубила и иду вперед. Да, потому что там, где ты находишься, большая часть твоей жизни впереди. И ты будешь строить, и ты будешь делать удивительные вещи. Это я знаю. Ты не можешь отрезать ностальгию, так она как ящерица, она отрастает. Чем дальше ты идешь по этой дороге, чем больше у тебя остается позади, и чем меньше у тебя остается впереди, тем то, что у тебя остается позади, становится ценнее. Потому что впереди остается меньше. У тебя что-то должно же остаться ценным. И чем меньше тот отрезок, который впереди, тем значительнее тот отрезок, который позади. Поэтому я прекрасно понимаю, когда люди в 30 лет отрезают себе ностальгию и гордо рвутся вперед. И потом, когда они достигнут 58, она опять отрастет. Я тебе обещаю. Просто потому, что то, что у тебя впереди, оно немножечко сократится. Но ты сейчас об этом не знаешь, не думаешь и думать не хочешь. Это совершенно нормальное, естественное состояние. Пенсия — это прекрасная. Это прекрасная вещь, друзья мои. Стремитесь к ней. Ну, просто она по-другому здесь совершенно обозначается. Пенсия — это свобода. Пенсия — это возможность делать, наконец-то, то, что вы хотите делать. Это когда вы закончили заниматься детьми, выстраивать свою карьеру, зарабатывать деньги на дом, их что-то копить. И вот, наконец, с этим всем можно сказать, ну, все, я уже все сделал. Вот это вот все, что я должен был сделать. А теперь дискотека. Это та свобода, которая дает возможность заниматься, чем ты хочешь, я не знаю, творчеством, сексом, фигурой, спортом, путешествиями, выбор пенсии внутренней, как желание лечь на диван, она, безусловно, присутствует у кого-то. Ну, я не знаю, наверное, она есть. Я пока еще не там и не там. Я по-прежнему творю какие-то проекты, я еще не хочу отдыхать. Но вот это вот ощущение, что можно перестать выстраивать эту вот линию накопительно-карьерную и начать делать просто то, что тебе интересно и иметь возможность себе это позволить, это такое счастье. Я побывала в разных местах все-таки этого света. Я все-таки считаю, что Лондон самый гениальный город на Земле. Я даже не буду ссылаться на эти классические цитаты, что если вы устали от Лондона, вы устали от жизни. Ну, и такое тоже бывает, наверное. Я просто поняла, сравнивая все города, что Лондон единственный город в мире, который отменно сочетает в себе все эпохи. Никто другой так не делает. Вы можете пройти по Сити и увидеть раскопки 7 века, потом 11 век, потом 19 век и тот же 21 век. И они все наслаиваются друг на друга, как в каком-то огромном бутерброде, но это выглядит настолько естественно и гармонично. И никто, никто не может сделать так, это как Лондон. Вот наша Родина, наверное, по ассоциации, я понимаю, что это очень такое избитое сравнение, но мы сейчас пойдем немножко глубже. Когда говорят Родина, мать. Мать Родина. А вот действительно, берем слово, это как мать твоя. У тебя матери бывают разные. У тебя бывают добрые, ласковые, у тебя бывают матери алкоголички, у тебя бывают матери, которые тебя бьют, там, таскают за волосы. И отношения с которыми у тебя остается только травма. Но ужас в том, что это сно мать. И вот эта вот связь неразрывная с твоей матерью, какая бы она ни была, она все равно, ты от нее никогда не избавишься. Ни с какими сеансами психотерапии. И кому-то повезло, у кого мать вот такая, дружочек. А у кого-то мать там, ну, не будем уже жестами сейчас показывать за столом. И все равно мы все так или иначе травматизированы этими отношениями. Мы с этим по-разному справляемся, каждый по-своему. И у нас у каждого свое вспоминание. И мы знаем детей, которые обожают своих материалов и горячих, которые их бьют. А есть дети, которые не любят своих прекрасных матерей, которые пекут им пирожки, блинчики, пирожки, стирают им воротнички. Они их не любят. Может, потому что они слишком много стирали, они дали то, что было важно. Нас какое-то занесло. Ну, не знаю, это уродский детский сад советский, ублюдочный. Эти колготки с отвисшими. Первый класс. Они не знают, что это такое, колготки. Мысли. Форма, вот эта коричневая, белый фартук, этот красный галстук, это глажение утюгом ужасное. Это как уравнин. Куда? Потому что все должны быть одинаковые еще. Ты знаешь, ну, вот я тебе просто сейчас говорю про какое-то свое отношение, вот эти мерзотные воспоминания, но это твоя родина. Это отсутствие уважения к личностям. Полное отсутствие. Вот одна из вещей, я спрашивала про Англию, здесь есть взаимное уважение между личностями и личностью, и государством, и обратно, в обе стороны. А на родине этого нет. Вообще отрицается, и сейчас нет. И сейчас нет. Ты чувствуешь себя, все время ты чувствуешь себя ничем, просто ничем. И когда ты выезжаешь, просто выезжаешь из страны, ты вдруг оказываешься кем-то. Просто ты оказываешься, ты существуешь. Но опять же про родину, я вот стала говорить про эти воспоминания об этом мерзотном детском саде, с этим запахом, с воспиталками, с унижением, с уравниловкой. Но это то, что нас объединяет, например, с Наташей, у нее, вероятно, такие же... За это мы любим друг друга. Как бы, такие же воспоминания. И может быть, родина, она, это общность этих людей, вот взросшенных в одних и тех же условиях, чувствующих себя непонятно кем. Жизнь движется в разных направлениях. Кто знает, где я буду в 87 лет. У меня большие планы. Какие? Ну, допустим. Нет, ну, у меня большие планы. Я к тому, что плохого, хорошего нету. Как вот в природе же нет добра и зла. Просто есть природа. Мы растем, развиваемся, мы уходим из дома, мы возвращаемся в дом, мы опять уходим из дома. Мы завершаем один цикл, начинаем другой. Ничего говорю поэтически. Да, хорошо. Вот. Поэтому я не вижу в этом ничего плохого, хорошего. Это просто нормальное развитие и счастлив тот, кто смог этот путь пройти, потому что это интересно. А вот, например, Римонул Кант вообще из своего Калининграда никогда не выезжал. Ничего, сообразил, как всю жизнь устроена. А есть люди, которые по всему миру мотаются, и ничего кроме Инстаграма у них не получается. Но мне кажется, это интересно, совершить полный круг, потом еще один, и там пока время не кончится. Мы сейчас стоим в двух шагах от бывшего рыбного рынка. На другой стороне темзы сейчас небоскребы, бывшая мэрия и современные офисы. Еще 50-60 лет назад это были краны для погрузки и разгрузки. Опять же, мы сейчас стояли с видом на Таурский мост. Таурский мост, он разводной, это именно потому, что бесконечный поток опять же грузов был на кораблях, который сюда приходил, разгружали. Британию называли кузницей мира в 19 веке. То есть сюда привозили сырые материалы, здесь это все перерабатывали, продавали. Ну, что и сделала Британия вот той империи, которую мы знаем до сих пор. Маленький остров, шестая-седьмая экономика мира, несмотря на то, что это, да, маленький остров Европы. Мы сейчас буквально на дне Темзы находимся, потому что Темза у нас редкая река, у которой есть прилив-отлив. И если присмотреться внимательно, сейчас полный практически отлив. Если задуматься, тут две тысячи лет в Темзу что-то падало, в Темзу что-то летело, поэтому здесь сокровища и сокровища. Это... Есть даже специальные люди, они называются мадларки. Мадларки – это ребята, которые именно иномад, да, то есть в грязи ищут что-то старое, ценное, то, что упало в Темзу. Самые стандартные вещи, которые долго искать не надо, это трубки. Как только она сломалась, вы ее выкидывали, новую покупали. И вот этих трубок здесь миллион все еще. Будет тяжело найти целую трубку, но вот кусочки трубок это буквально там делают двух-трех минут для того, чтобы поискать. Но если задуматься, 200, иногда 250 лет назад ее курил в последний раз именно настоящий лондонец, который здесь жил, который, может быть, тоже откуда-то приехал, да. А в Темзу не хочется купаться, и мы сейчас стоим опять же вместе. Здесь все ясно, понятно, почему люди в ней не купаются. Река судоходная, река все равно грязная. То есть она сейчас чище, чем когда-либо, но... за последние 300-400 лет, давай так. Но по-настоящему она все равно грязная. И у нее абсолютно коричневый цвет. Коричневый цвет это именно из-за глины. А еще именно из-за того, что у нас прилив-отлив. Здесь вот по, опять же, стене очень хорошо видно, насколько она вверх не сходит. Соответственно, это бесконечное количество раз баламутится. Ну, глина это во многом определила Лондон тоже. Он у нас кирпичный. Это раз. Это опять же потому, что глина доступна. У нас есть метро, самое первое в мире, это два. Я чувствую, как за прошлый год я очень сильно повзрослела. При этом я никогда не была инфантильным человеком, легкомысленным человеком. Но у меня произошла очень жесткая переоценка ценностей. Выбили почву из-под ног и сейчас я ищу новые опоры для себя. Меня зовут Таня. Мне 33 года. Будет уже скоро 34 в апреле. Я родилась в городе Лепи, Львитебская область, Белоруссия. И в средних классах меня родители перевезли в Санкт-Петербург. Я хочу забрать из прошлого то ощущение счастья, которое я испытывала от своей жизни. Даже в самые сложные времена я понимала, что моя жизнь мне нравится. Я нахожусь в правильном месте. И я ее очень люблю. И я счастливый человек. Здесь я себя пока не ощущаю. Я как будто бы или робот, или привидение. Как будто бы я есть, но меня здесь нет. Меня никогда не спрашивали про мою семью. Я родилась в Беларуси. И в основном моя семья находится сейчас в Беларуси. Она разбросана по разным ее частям. Но моя фамилия Мильничук и мой дедушка, он с Украины. Поэтому у меня есть еще украинские корни. У меня обычная семья. Мама воспитатель детского сада, папа предприниматель. Переезд из Лейпера в Санкт-Петербург был для меня ужасен. Во-первых, это было для меня полной неожиданностью. Я училась в белорусской школе, и мне мама говорит, все, в сентябре мы переезжаем в Санкт-Петербург. Мне никто к этому не готовил, не спрашивал, хочу я этого, не хочу. Но папа нашел тогда работу в Санкт-Петербурге, и было логично из города Лейпера 16 тысяч человек переехать в большой город. Когда я переехала в Санкт-Петербург, мне показалось, что я в какой-то серый ад погрузилась, и еще мама сделала ремонт в новой квартире в черных тонах, какие-то серые обои. И мне, как ребенку, было очень тяжело это воспринимать. Я помню, как я просыпаюсь, вижу эти серые обои, серое небо, и какая-то безысходность. Я училась в СПБГТУ идти на связи с общественностью. Я не могу похвастаться какой-то крутой академической жизнью, потому что с 14 лет я работаю. У нас начались определенные сложности в семье, и я пошла работать в Макдональдс еще в школе. В 18 я попала в агентство даже не в 18, наверное, чуть позже, в 20 лет, потому что в 18 я открыла свою первую компанию, которая провалилась, тогда был большой кризис во всем мире, и начала очень активно продвигаться по карьерной лестнице, и через 3 года я уже была руководителем отдела рекрутмента, и я не видела какой-то серьезной причины продолжать свое обучение. Я его продолжала, естественно, но у меня не было мотивации, потому что я приходила после работы, где у меня есть классный опыт, есть деньги, есть все, что я должна была получать от работы, а ты приходишь в институт, и там преподаватели, которые тебе рассказывают какую-то информацию сто летней давности, поэтому я могу сказать, что я у меня очень классный рабочий опыт, но не академический. Я работаю в рекрутинге 13 лет, и мне всегда кажется, что великие чудеса твои, господи, как это работает, что есть заказчик, у него есть вакансия, есть какие-то представления, ты ищешь кандидата, придаешь ему вакансию, потом у них случается мэч, или не случается мэч, и они начинают работать долго и создавать крутые проекты, и быть частью вот этого всего, когда люди создают первые в мире руки-роботы, протезы, которые помогают людям в тяжелых жизненных ситуациях, когда у них нету, да, там, руки, или на... Это так круто, быть частью вот этого мира, я не представляю, как я могу работать где-то еще, кроме IT. Я задумалась о своем агентстве, и так как меня в городе знали, как хорошего рекрутера, даже, ну, не в городе, можно сказать, там, в России, потому что IT очень узкая сфера, там, хороших специалистов передают друг другу, то у меня не было сложности перейти вот из найма в такой фриланс-свое агентство, потому что самая классная история, это когда у меня не было ни сайта, ничего, была только почта luckyhunter.io, и у меня уже работало две девчонки, и я иду по Невскому проспекту, вечером пью Сидар, и мне кто-то звонит с городского номера, говорит, здравствуйте, это компания Яндекс, и мне сказали, что есть три девушки, которые могут закрыть любую вакансию, мы хотим с вами посотрудничать, и мне тогда было так страшно, мне казалось, что я вообще к этому не готова, у меня даже сайта нету, мы просто хорошо и много работали, и я считаю, что это был такой билет в большой мир, потому что мы начали работать только с Яндексом Ядро, и это самый сложный проект в Яндексе, туда подбираются самые хардкорные разработчики, мы стали себя очень круто показывать, и нас расшарили на весь холдинг уже, на все проекты, и мы там были везде, все и вся, и я начала активно расширять команду, ну и это очень круто, когда рекрутеры Яндекса рекомендуют себя другим рекрутерам и другим компаниям. Моя команда это моя главная гордость, у меня девчонки работают почти с основания компании, многие по 5 лет, моему агентству уже 6 год идет, и я считаю, что это очень большое достижение, у меня девчонки, во-первых, они супер работоспособны, но я не хочу сказать, что молодые люди неработоспособны, но они как будто бы больше чувствуют ситуацию, что нужно сделать, как помочь клиенту, как лучше подсказать кандидату, с молодыми людьми, с которыми я проводила собеседование, они все были очень в лоб, это 100% про мягкую силу, и я приверженец именно мягкой силы, вот, и в жизни, и в бизнесе, и рекрутинг, особенно в войну, был сложный, потому что нервы были у всех на пределе, и у заказчиков, и у кандидатов, мы получали очень много срывов, очень много негативов, плюс у меня в команде есть девушки, которые из Украины, у которых родственники, например, были в Мариуполе в этот период, это было очень сложно, и нам самим морально, потому что, что вообще происходит, мир рухнул, заказчик ведет себя не совсем корректно, кандидат, и только за счет того, что ты как-то пытаешься сгладить углы, пытаешься с человеческой точки зрения понять, что сейчас происходит вот конкретно с этим человеком, я думаю, именно поэтому мы и остались на плаву, и смогли немного расшириться, и смогли сохранить отношения со всеми, даже с теми, с кем, в принципе, мне кажется, они точно в первую очередь должны были от нас отказаться просто по национальному признаку, но мы продолжаем с ними работать. еще до войны мы начали работать на международный рынок, это нас спасло, и у меня не было какой-то активной, большой мотивации открывать юрлица, офисы в других странах, потому что в России до войны было зашибись, у нас лучшая банковская система, я как человек с четырьмя юрлицами могу это сказать в разных странах, прекрасно мы проходили валютные контроли, и все было классно и хорошо, мы работали по всему миру, плюс русские разработчики, это был классный товар по всему миру, и рынок был открытый, и ребята не конкурировали внутри страны, ребята конкурировали со всем миром, и было сложно, особенно российским компаниям, вот в эпоху, когда этот пузырь рос, 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 конкурировать с американскими компаниями, которые нанимали разработчиков на удаленку, вот после пандемии все перешли на удаленку, там платили налогов 6%, и за счет этого давали им огромные зарплаты, вот, и в тот период, когда рынок IT после пандемии стал максимально глобальным, я поняла, что в России мы уже работаем со всеми, с кем мы хотели работать, и так интересно складывалась жизнь в прошлом году, что я везде успевала в последний вагон. Через 4 дня после того, как началась война, я уже сидела в самолете в Армению, я помню, что вот это ощущение, просто что я делаю, почему я туда лечу вообще, что происходит, и вот я открыла юрлицо в Армении, потом в Казахстане, это нам помогло сохранить контракты, те, которые у нас есть, и потом, когда я уже переехала в Великобританию, спокойно открыла юрлицо здесь, и в Эмиратах еще. Вот, таким образом, за прошлый год я открыла 4 юрлица, еще у нас есть представительство. Было ли это сложно? Это было очень сложно, потому что, когда у тебя паспорт гражданина Российской Федерации, ты приезжаешь в Эмираты, Россия наносит массовый ракетный удар по Украине, и некоторые банки перестают рассматривать тебя как клиента. Я никогда не чувствовала себя в безопасности, когда я была в России. И я оппозиционер. Мы с друзьями ходили на все митинги, мы хотели выражать свое мнение, но все эти митинги тебя просто по твоему городу гоняют 15 километров, тебе даже не дают в одном месте собраться. И для меня они были очень болезненными, потому что это несправедливо. Мне больно смотреть на любую несправедливость. И когда начались протесты в Беларуси, и моя семья участвовала в этих протестах, моего близкого родственника мы искали трое суток, он был не зарегистрирован нигде, и он потом рассказывал, что происходило в этих тюрьмах, потому что у меня вся семья, она достаточно активная с политической точки зрения. Я поняла, что в России точно произойдет что-то подобное, но протест гасить будут более жестко. И я точно знала, что я не смогу быть в стороне, я буду там, и со мной случится, скорее всего, что-то плохое. И я хотела иметь возможность, иметь какой-то документ, который позволит мне покинуть страну, и я смогу спокойно, ну, спокойно, и иммиграция, это антонимы, что я смогу построить свою жизнь где-то на новом месте. И я начала процесс получения Global Talent Tech Visa. Я все проресечила, я поняла, что именно этот тип визы даст мне полную свободу. Я смогу делать, что хочу. Хочу компанию открываю, хочу, там, не дай бог, в найм захочу уйти. Плюс через три года ты имеешь право податься там на британский паспорт, и у тебя очень много свобод. Но виза достаточно сложная в получении, и я как-то была нацелена на нее. Но мне откровенно не повезло с юристами, вот, которые очень плохо собирали мой кейс, которые фокапили все, что только можно зафокапить. Я просто снизила градус напряжения, понимала, что это процедура, у которой есть правила, и мне нужно понять, как мне пересобрать свой кейс, чтобы я под эти правила подошла. Вот, и в итоге, когда с пятого раза с новым юристом мне дали визу, это было очень круто. 23 февраля я сдала биометрию, 24-го началась война. И вместо трех недель я ждала три месяца свой паспорт. Вот я все время была в какой-то гонке, успею я быстрее, чем жизнь, или нет. Я никогда не хотела на 100% эмигрировать из Санкт-Петербурга. Я обожаю свой город. Несмотря на то, что я не родилась в Петербурге, я на 300% петербурженка. Я обожаю там свою жизнь, все свои улочки, все, что там происходит. Я очень люблю свой город. И для меня это большая боль, что я не могу в него вернуться. Но, к сожалению, Петербург находится на территории Российской Федерации, поэтому мы не смогли быть с ним больше вместе. И у меня был план до войны, что я буду большую часть времени в Лондоне, а на летний сезон с мая по август, потому что Петербург летом, он прекрасен, нету лучше места на земле, чем летний Петербург. Даже несмотря на то, что эмиграция всегда была моей мечтой, я понимаю, что это для меня вынужденная эмиграция. Я хотела все лето провести в Питере. Я не хотела, как сумасшедшая, за одну неделю находить квартиру. Я не хотела через Казахстан выводить деньги, чтобы оплатить здесь квартиру на год вперед. Мне попросили там 47-49 тысяч фунтов, и ты постоянно решаешь какие-то проблемы, которых бы не было, если бы у меня были рабочие карты, рабочее юрлицо. Я бы спокойно перевезла свою собаку прямым самолетом, а не неделю бы моя собака ехала через всю Европу. То, с чем сталкивались мы, с этим не сталкивался ни один эмигрант в комфортное время. Плюс еще вот этот вот негативный фон по отношению к русским. В Лондоне я его не чувствую ни на каком уровне, но вот этот вот весь информационный шум и желание вменить тебе коллективную ответственность, все равно он на тебя влияет и аффектит тебя. Когда началась война, я поняла, что все, у меня нету моей страны, у меня нету моего города, у меня все отняли, я запаковала все вещи, забрала собаку и уехала. Поэтому для меня это был настолько большой стресс, что я плохо помню, что со мной происходило, но было несколько эпизодов, которые заставили меня задуматься, что я смогу здесь жить. Я сидела в парке с очень задумчивым, грустным видом. Рядом бегала моя собака с мячиком, и я думала, что как я вообще буду дальше жить, мне очень сложно. Можно вот все это одно и вывозить. И ко мне подошел какой-то дедушка с кофе, сказал, вы такая грустная, задумчивая, сидите. Могу я угостить вас кофе? Это было так по-доброму, что, в общем, мне это как-то откликнуло. Здесь очень хорошие люди. Здесь люди очень добрые и вежливые. Для меня это главное открытие, которое я для себя... Я не думала, что здесь настолько будут потрясающие люди. Здесь любят и животных, и людей, и любой твой выбор, и это чувствуется везде. С ним невозможно пройти и пяти минут, чтобы с тобой не познакомились, и я его выдаю подружкам, чтобы они нашли себе бойфренда в баре. И вот Гоша, он такой у меня ходячий, бесплатный тиндер. Хочется сказать, что интеграция происходит достаточно сложно, потому что я чувствую себя здесь чужой. И здесь не вопрос в языковом барьере, а вопрос в культурном коде. Они видят, что да, я профессиональная, я классная, но я для них пока еще чужая. Я сейчас начинаю... Давай, 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 идите! Давай, идите вперед! Ах, семья проснулась от холода в своей квартире! Почему ты скучаешь больше всего? Ах, блин, сложный. Я скучаю по друзьям. Меня... Меня спрашивают, есть ли у меня здесь друзья. Их нет. У меня здесь приятели. Я не называю всех подряд людей друзьями. И это очень близкие для меня люди. И я по нему очень скучаю. И по своему Петербургу. Я очень люблю свой город. И мне его не хватает. И когда я вижу эти виды Петербурга, у меня очень щемит сердце. Но главное, это, конечно, мои друзья. Я смогу здесь точно стать русской лондонкой. Я не хочу терять свою самоидентификацию. Все, что было до, я не хочу от этого отказываться и не буду. Мне очень дорог мой культурный код. Мне очень дороги люди. Моя культура и моя страна. И я никогда не буду британкой, потому что я здесь не родилась. Я точно буду русской британкой, которая будет где-то между. И, конечно, я буду стараться, насколько это возможно, углубиться и интегрироваться в это общество, но все-таки сохранив себя. Я не британка. Я девчонка из Беларуси, с украинской фамилией, которая прожила полжизни в России. И вот сейчас я эмигрировала в Британию. И кто может гарантировать, что я останусь здесь? Поэтому я стараюсь сохранить себя в этом, во всем. Но все-таки с уважением относиться к тому, как здесь все устроено. Я адаптируюсь через людей. И я думаю, что все эмигранты, они проходят путь адаптации через людей. У меня есть проводники, люди, которые британцы, к которым я могу прийти и сказать, извини, пожалуйста, почему utility bill ко мне не приходит 3 месяца? Мне он очень нужен, чтобы открыть юрлицо в Эмиратах. И они мне начинают помогать. И какие-то вещи, которые меня триггерят, мне кажется, что проблемы во мне, а оказывается, что это общая история. Поэтому я общаюсь с людьми, я хожу в театры, потому что я большой театрал, я люблю культуру театров в Санкт-Петербурге. И здесь все совершенно по-другому от того, что нет гардероба, от того, что люди едят попкорн. И для меня это такой шок-контент. Я надеюсь, что мой петербургский сноб скоро меня покинет, и я перестану в платье сидеть вот так. Я тоже попкорн навряд ли, но тоже как-то адаптируюсь под это общество. Я просто смотрю на людей и пытаюсь какие-то вещи повторить и понять, что это окей. Я согласна, что у нас есть коллективная травма и генетическая память. И эту генетическую память из нас никуда не убрать, потому что мы все время немножечко выживаем. Нам кажется, даже если сейчас хорошие времена, то обязательно будут плохие. Но за счет этого, за счет вот этой травмы мы становимся более конкурентоспособными. Я переехала в Лондон, я открыла здесь бизнес, и я начала достаточно быстро адаптироваться, на вторую неделю уже ходить на какие-то нетворки, мероприятия. И я понимаю, что когда я это рассказываю для своих друзей, которые живут в Кавентри, они смотрят на меня, как на инопланетянина. Я не очень понимаю, насколько моя быстрота здесь нужна. Потому что когда к нам приходят заказчики и говорят, что нам нужно вчера, их вчера и мое вчера, это абсолютно разные сроки. И кажется, что людям вот эта твоя история с выживанием здесь не очень и ты и нужна. И со временем я вижу, как люди, которые здесь давно живут, они абсолютно адаптированы под местную жизнь, и они никуда не бегут. Это люди, которые излечились от невроза, они понимают, в чем смысл их жизни. Но с точки зрения достижений я не видела ни разу, чтобы люди чего-то достигали без надрыва, без большого чека, и чтобы какой-то фаундер крутого стартапа сказал, что я работал с 9 до 3, и вот так начали на расслабоне создал продукт, которым вы все пользуетесь. Поэтому сейчас я слишком быстрая и резкая для этого рынка. Я не знаю, где моя родина, я человек без родины, но у меня есть места, которые я очень люблю, и которые мне очень дороги. А это какое-то понятие, которое придумали, как мне кажется, политики, чтобы навязать человеку какую-то идеологию. Когда я вижу табличку «Город Лепель» в Витебской области, заезжаю на машине к бабушке, у меня начинает сердце биться быстрее. И когда я приезжаю в Санкт-Петербург, и вижу вот эти вот виды дворцовой площади, я чувствую, как мне дышится легче, у меня грудная клетка расправляется. И такие же чувства я испытываю к Лондону. Я не знаю, что такое предать родину, я не знаю, что значит умереть за родину, и почему люди могут предать что-то, и как вообще люди могут предать что-то эфемерное. Я не понимаю. И у нас в России очень много поговорок «Где родился, там и пригодился». Каждый сверчок знает свой росток. Шесток. А, шесток, да. И даже вот этот вот наш фольклор, он как будто бы тебя все время осаживает. Не надо, не делай, не высовывайся. И идеологически очень удобно иметь мифическую родину, которая тебе говорит, что ты ей должен. А что должна родина мне? Вот я родилась на определенной земле. Я росла, трудилась, оплачивала свое обучение, оплатила налоги. Я была не иждивенцем в этой стране, но и у меня были обязательства по отношению к моей стране. Но какие обязательства страна выполняла по отношению ко мне? Ведь это должна быть какая-то двухсторонняя история. Но почему-то в российской идеологии родину ты должен любить безусловно, как бога, и веровать в нее беспрекословно. Это неправильно, мне не близка эта позиция. Давайте быть в диалоге. Хорошо, я гражданин вашей страны. Что вы мне даете? Что я могу вам дать? Какой у нас может быть диалог? Как мы можем расти вместе? Как мы можем развиваться вместе? Здесь я не понимаю, что я предаю конкретно. Я могу точно так же ответить вопросом на вопрос, кому я нужна в России? В России конкретно такие, как я, не нужна. Таких, как я, гоняли ОМОН 15 километров по собственному городу, не давая человеку просто перейти мост с Петроградки на Дворцовую. Нужна я была этой стране? Нет. Они хотели, чтобы я уехала. Любое накомыслие жестко пресекается. И наоборот, хорошо, государство говорит, езжайте, езжайте. Но, по сути, мы нигде, никому не нужны. Мы нужны только сами себе. И это должен уяснить каждый человек, когда он сомневается, что я не нужен там, не нужен здесь. Ты нужен сам себе. И этого уже достаточно, чтобы иметь право быть в любой стране, в любом месте и чувствовать базовую безопасность. и строить что-то новое, не боясь, что за любое инакомыслие ты отправишься на 15 лет в тюрьму. Я бы постаралась дать людям очень много свободы в самовыражении, в самоидентификации, но при этом ровно до того момента, пока не заканчивается свобода другого человека. И что каждый имеет право быть тем, кем он хочет, жить там, где он хочет. И это не должно подвергаться жесткой критике и дискриминации. Вот именно сейчас, что я чувствую, очень не хватает свободы, потому что тебя со всех сторон пытаются вписать в какие-то рамки. Ты хороший русский, ты плохой русский, ты предатель родины, ты не предатель родины, а ты вообще уехал на деньги, которые ты заработал в России. Я говорю, ключевое слово, заработал, а не украл. Тебе родина столько дала. Я хочу понять, сколько? Потому что пока государство обо мне не заботилось, у меня все было хорошо. Как только государство решило, что я сейчас буду заботиться о Танюшке, чтобы, не дай бог, нео-нацисты, фашисты, кто там уже сейчас на нас не напали, сразу в моей жизни стало все плохо. Поэтому, наверное, мой закон, он очень банален, но это даже не закон, но это то, чего мне сейчас не хватает, именно ощущение свободы, что ты можешь быть тем, кем ты хочешь, и не отрекаться от себя предыдущего, будущего, настоящего. А вот сейчас вот я такая. Я хочу ей быть и не подвергаться жесткой критике и осуждению. У нас, я бы сказал, отношения, во-первых, хорошие. Это один из тоже таких кремлевских стереотипов, один из мифов, который всем насаживают с утра и до вечера, о том, что наши здесь не любят якобы. Это полный гон и полный развод. К нашим относятся как к людям. К россиянам, к русским в первую очередь отношение идет как к людям, и большинство людей очень хорошо видят разницу между властью и между людьми. И они понимают, что это разные вещи. Большинство людей предельно открыто относятся ко всем русским, слушают их. Сейчас, наверное, не самая лучшая фаза идет у нашего, давайте так, вот этого коллективного русского, условно говоря. Если будут вопросы, то они будут искренние, они пытаются понять, почему люди не выходят на протесты. Они пытаются понять, и они будут слушать. Но никто здесь не будет плохо к тебе относиться просто по умолчанию, потому что ты из России. И это все одни из таких мифов, которые у нас тщательно подогревают с утра до вечера. Опять же, в то же ведерко это вот про загнивание Европы идет миф, про то, что наших тут не любят. Ну, то есть все равно хуже, чем в России, нигде к русским не относятся. Здесь к тебе относятся как к человеку в первую очередь, поэтому это очень важно. Субтитры создавал DimaTorzok Мне 40 лет. Я из Москвы, но я фактически второй раз в эмиграции в Лондоне. Почти здесь уже живу 10 лет, с 2013 года. А первый раз меня угораздило отправиться в Сирию. И я была прицепом у родителей, которые там работали и помогали Сирии как-то, в общем, с мелиорацией. Мне было тогда с 7 до 14 лет. Так что это моя вторая эмиграция. И я здесь, мне кажется, уже успешно интегрировалась. Я закончила психологический факультет МГУ. И я сразу стала психологом. Я вначале с детьми работала. У меня был центр творческий для детей и подростков. Я много работала именно с профориентацией детей, с психологической программой у нас там были. Мы тесно работали в сотрудничестве с политехническим музеем. И в какой-то момент наши программы были популярны для детей, которые хотели химией заниматься и физикой. И все это было как раз в стенах политеха до его реконструкции. И я, в общем-то, все время была психологом. Довольно скучно. Но когда мне совсем наскучило это, у меня родились мои дети. Замечательно, один за другим. Это меня немножко вышибло из моей психологической практики. И я решила стать режиссером документального кино и получила эту профессию. И вполне себе снимала фильмы, видео и сделала даже такую методику, как психологические фильмы, которые помогали людям увидеть себя со стороны. И, в общем, там была такая интересная задумка. Ну, я иногда и сейчас тоже продолжаю это делать. В общем, я совместила кино, видео, монтаж и психологию. И когда я сюда уже переехала, у меня была какая-то такая фантазия, что я больше никогда не смогу быть психологом. Потому что здесь, ну, как я работаю? Через язык. Английский язык у меня был неплохой, но не настолько хороший, как мне казалось, чтобы консультировать. И поэтому первый год по приезду сюда я снимала видео. Я вот как-то совершенно ездила и всему Лондону снимала, начиная от каких-то рекламных вещей, заканчивая вот эти психологические документальные фильмы, таким образом узнав весь Лондон. Но потом я сообразила, что можно работать на русском языке, и здесь полно русских. И, в общем-то, обратно вернулась в свою профессию. Я эмигрировала в Англию, когда мне было, по-моему, уже 31 год. И это было тесно связано с тем, что у меня родились дети. Им было 2 года и 4 года. Мы задумывали эмиграцию, наверное, чуть раньше, но вот получился только тот момент, когда им было 2 и 4. И идея была в том, что мы поняли, что мы не хотим, чтобы наши дети жили в России и ходили в школу в России, скажем так. Мне хотелось какого-то более спокойного сетапа для моих детей. Возможно, потому что мое детство было очень спокойное. Как раз этот период был у меня в Сирии. И я была, на самом деле, очень счастливым ребенком. Так что одна из основных причин были дети. Ну и вторая. Мы, в общем-то, плюс-минус понимали, что наши ценности не очень совпадают с этими традиционными ценностями, которые навязываются. И это было в 2013 году. И было чувство, что сейчас что-нибудь случится. Ну и в 2014 году это случилось. Мы сделали так. Ну и третья причина, которая была, это все-таки хотелось попробовать что-то. В 31 год ты полон окаянства. Что-то исследовать. У нас были возможности это сделать. И мы подумали, что грехами не воспользоваться. Когда я только приехала сюда, у меня была очень тяжелая адаптация. Я абсолютно была выбита из колеи, как никогда. Я переживала очень сильный кризис. Я плакала почти каждый день. У меня было, знаешь, такое чувство, как будто, сейчас пафосно немножко скажу, но Бог оставил меня. Было такое чувство, что я здесь заброшена и должна выжить. И переживя этот кризис сильный, я подумала, что, ну, возможно, не только я в такой ситуации, может быть, и другие люди переживают кризис эмиграции так же. Тогда не было так много об этом рассказано. Никто не знал о никаких там стадиях эмиграции. И вообще, в принципе, люди считали, что, ну, ты же переехала в Лондон. Надо, в принципе, радоваться этому. Чего ты ноешь? Оказалось, что таких людей много, которые ноют. Оказалось, что таких людей много, которым нужна помощь именно на русском языке психологическое. И я с моими коллегами, подругами так удачно оказалось, что моя однокурсница Александра Купавская и Анна Науменко, они оказались в Лондоне. Это совершенно такое стечение обстоятельств. И мы тогда сделали Центр психологической помощи Clevo Psychology, который помогал русскоязычным. Мы делали лекции здесь. Мы привозили русскоязычных классных психологов из Москвы. И фактически мы формировали какое-то свое такое теплое комьюнити, в котором было много людей, действительно получивших помощь. Мы можем одновременно со многими людьми быть в такой же ситуации, когда, опять же, в моих группах это часто очень звучит. Господи, как хорошо, что мы все в одной лодке. Мы чувствуем одинаково. И да, мы сейчас все ревем, всей группой. Но, боже мой, как прекрасно реветь в этой всей группе, потому что в этот момент ты не чувствуешь себя одиноко. И вот сейчас мы можем все грустить по той жизни, которой у нас больше никогда не будет, тому месту, в которое мы вряд ли когда-нибудь вернемся, потому что этого места уже нет. Даже если оно физически есть, там все уже поменялось. Ну, и этим можем себя поддержать, когда мы будем реветь все вместе. Дело в том, что когда мы переезжаем в первые месяцы эмиграции, у нас могут быть совершенно разные. И это очень зависит, из какой точки мы переезжаем. Бывает так, что люди всю жизнь мечтают переехать, и действительно, как-то и чувствуют себя совершенно не своим в своей стране. и у них нет этой связи с их страной, с их городом, с теми людьми, с которыми общаются. У них все время есть ощущение чужеродности. И, конечно, для них и первый месяц, и второй месяц, и третий, они будут волшебными, они будут хорошими, потому что ты наконец-то попадаешь туда, где тебе место. Но вот сейчас последний год эмиграционной волны, он, конечно, очень сложный для людей, которые, может быть, они думали об эмиграции, может быть, они, естественно, каким-то образом смотрели в ту сторону. Но чаще всего это все равно вынужденная история. И, конечно, для них первый месяц может сопровождаться большим количеством стресса и большим количеством поднявшихся тем, которые были в спящем состоянии у них дома, на родине. Потому что та же система безопасности, которая, скорее всего, их качнула, и все-таки простимулировала уехать, она в эмиграции будет еще как воспалена, потому что ты себя не вполне чувствуешь безопасно, просто потому что ты не знаешь правил. Очень большой перегруз психики идет для людей, которые, в общем-то, не то чтобы нашли какой-то еще дополнительный смысл переезда, кроме поиска безопасности. Ну и вот этот в течение этого месяца как минимум нужно спать и есть. Это важно, потому что об этом забываешь. Ну и как максимум, как можно быстрее искать смысл, ради чего вообще сюда переехали, кроме той самой безопасности или кроме тех самых политических вещей, которые там вот одни, а здесь другие. Потому что этого недостаточно. Когда партнеры, ладно, не обязательно женщины, партнеры переезжают вслед за своими вторыми партнерами, им вообще трудно найти смысл, ради чего они это делают. И они делают это для детей, для него. Это так себе. Вот это было у меня. И я вам хочу сказать, что у меня адаптация длилась черт знает сколько там, лет пять, наверное. пока я не нашла, что мне здесь важно и что здесь мне хочется находиться ради себя. Не важно, куда переехать, переедет человек, но этот первый год очень важно найти этот смысл. стадия эмиграции по колерво-обергу. Это четыре стадии эмиграции. И первая стадия – это эйфория. Вторая стадия – это как раз такое вот разочарование. Третья стадия – более или менее адаптация. И четвертая – уже интеграция, бикультуризм. Если поподробнее о них рассказать, это вот когда человек хотел переехать, он действительно ждал этого переезда. Вот эта стадия эмиграции, она подольше длится. Когда человек не ожидал, оно вообще может и не быть. Это тот момент, когда тебе все нравится, все так классно. Всякие вот нарциссы цветут, птицы поют. Я знаю, прекрасная архитектура. Все люди такие улыбаются тебе. Ну, в общем, все хорошо. До тех пор, пока не начинаешь многократно сталкиваться с какими-то трудностями, сложностями, людьми, которые не такие уж и вежливые. Это всего лишь улыбка, за которой может быть совсем ничего. Какие-то бюрократические сложности. И так как в эмиграции большая концентрация одновременно вот этих вот решений бытовых проблем и социальных проблем, этих трудностей, и если человек в целом не очень привык к такой интенсивности, то дальше у него идет такое вот ощущение того, что, господи, ну зачем я переехал? Ну там же было неплохо. Вот там как раз просыпается тоска о родине, вот эти вот сомнения по поводу того, что зачем я все это сделал, что там было все неплохо. В этой стадии много раздражения появляется, такого фонового, причем на все. Часто люди как раз здесь опускаются в депрессивное состояние. В этой фазе часто бывают конфликтные ситуации в семьях и так далее. И вот именно на этой стадии люди и уезжают обратно. На третьей стадии человек немножко привыкает к ситуации, ему становится легче, он приобретает уже новых знакомых. Более того, знаете, элементарный пример с заправками. Вот в любую страну, ты много стран объездила, в любую страну приезжаешь на машине, и каждый раз с этой заправкой долбишься. То ли там карточку вставить, то ли вначале вот эту штуку потом оплатить. В общем, каждый раз это стресс. Вот таких стрессов на самом деле очень много у этого эмигранта. И вот когда ты уже разбираешься и как машину заправить, и как почтой пользоваться, и как счета открывать, ну, психика успокаивается. У нас там тенирунные связи хорошенечко уже простроены. И дальше, в общем-то, мы успокаиваемся и начинаем заниматься уже следующими вопросами. Как раз обучение, как раз, ну, там, не знаю, интеграция в новые сообщества. Ну и дальше уже последняя, четвертая стадия – это бикультуризм, когда до человека, наконец, доходит, что ему не обязательно становиться англичанином, или французом, или немцем. А он может быть самим собой, и он может лучше интегрировать из той сферы, из той страны, в которой он находится, и из той культуры, в которой он тоже рос. Так что вот такие четыре стадии, которые совершенно могут перепутаться сейчас в последний год. Я думаю, что первая стадия у большинства длилась не очень долго. Дальше вот вторая пришла со всеми ее трудностями. Если вы, ребята, выдержите эту вторую, вас ждет с вишенка на торте, если вы, соответственно, интегрируетесь. Если нет, тоже ничего страшного. На самом деле в этом нет. Можно попробовать другую страну. И мне нравится думать о том, что это путь. Не обязательно мы уехали навсегда. И вот у нас... Мы не обязательно должны оставаться в той стране, которая, может быть, нам не подходит. Но вот как говорит мой любимый Костя Пинаев, наш гид «Всея Лондона», если вам не нравится Лондон, просто вам надо переехать в другой район. Для того, чтобы интегрироваться в новое общество, нужно много смелости и высокая самооценность. То есть ощущение того, что я кто-то важный и ценный. Ну, не только, когда я что-то хорошо делаю или много денег зарабатываю, или прекрасно говорю на языке, как носитель языка. Это я сейчас цитирую. Но и, в общем-то, в принципе, я хороший человек. Просто так. И, знаете, чем больше перфекционизм у человека, тем вот это вот все сложнее сделать. Это огромный барьер, когда человек хочет сделать все на 10 с плюсом вместо 5. И вот это самый большой барьер, который не дает нам вообще в принципе интегрироваться, и уж тем более интегрироваться в местное сообщество. Потому что почему-то хочется, чтобы я звучала так же, как и на своем родном языке. На том языке. Я хочу быть такой же, какая я вот в своей родной среде. Но это же нереалистичная вещь. По крайней мере, в начале. Люди, которые, в общем-то, в расслабленном режиме живут, в хорошем принятии себя живут, они легче интегрируются в это общество. Они легче идут на контакт. Им легче заводить знакомства и дальше, естественно, на фоне этого улучшается язык, естественно, на фоне этого улучшаются какие-то связи социальные. Ну и все, и дальше человек может быть уже человеком мира. Ему не обязательно становиться англичанином, французом, немцем. Он просто может быть самим собой, и ему от этого хорошо. Дело в том, что еще до последней волны эмиграции, когда слышат люди русскую речь, они вообще хотят отойти на другую сторону. Я очень часто это слышу, когда не хочется иметь никакого отношения к русским. Мне кажется, что речь идет о том, что, возможно, часто наши соотечественники не очень однородно переезжают, это как-то начинаешь стесняться людей, которые говорят на твоем языке и несут не ту культуру, которую ты хотел бы нести. Я долго думала тоже, почему так не происходит. И русские, кстати говоря, довольно часто интегрируются очень быстро. То есть они так вжик, и как будто бы ты и не русский. И сейчас тем более, вот тоже для меня большой вопрос, как дальше это пойдет, потому что сейчас же... Ой, ну, эта волна отличается от всех волн эмиграции. Да, тут сто лет назад была такая волна. Мне кажется, что сейчас все-таки больше люди объединяются, и больше они друг другу помогают. И свою беспомощность на самом деле выдерживать очень сложно, гораздо сложнее, чем взять на себя вину. потому что я в каких-то вещах не могу сделать что-то. Более того, то, что мы не можем сделать, гораздо больше, чем то, что мы можем сделать. Это тоже очень важно иметь в виду. И есть вещи, которые я сделать не мог и не смогу. И тогда мне нужно сфокусироваться на том, а что же я могу делать. Да, в тех обстоятельствах, которые у меня сейчас есть. В тех условиях, в которых я сейчас оказалась. Это очень важный на самом деле пункт про эмиграцию. Потому что люди, когда переезжают, они думают, что будет вот так, а оказывается, может быть, совершенно по-другому. И они опять сталкиваются с тем, что они не заказывали эту реальность, но эта реальность случилась. И тогда я живу не в реальности. И тогда я затоплен опять же своей виной, чувством вины и становлюсь беспомощным и не могу выдерживать эту беспомощность. из-за этого. Поэтому, да, это сложно, но это те условия, при которых мы попали в этот мир. В любой момент времени может случиться все, что угодно. Как плохое, так и хорошее. И всегда вопрос ко мне, как я буду обходиться с тем, что случилось. И да, иногда я могу провалиться. Это тоже окей, на самом деле. Многие люди сейчас провалились и чувствуют себя очень плохо. И как я буду обходиться с этим? Пойду ли я за помощью? Пойду ли я к людям, которые могут поддержать меня? Которые поймут, про что вообще у меня сейчас болит? Или я буду справляться сам? И это как раз к вопросу об этом перфекционизме, о том желании быть идеальным, суперменом, который со всем справляется. А сейчас мы не справляемся. И это факт. И мне кажется, важно это принять как факт, что многие из нас не справляются. И, может быть, какое-то время еще не будут справляться. И нужна помощь. И тогда нужно объединяться. Я понимаю, что для меня это места, в которых я помню себя какой-то такой особенной, в каком-то особом своем состоянии. Но это для меня. Я думаю, что в общепринятом понимании Родины это совокупность всяких факторов языка, культуры, обычаев и так далее. Но для меня это вот места, в которых я была счастлива. И это какое-то... Причем долго. И люди, которые меня там окружали. Нет, уехать из страны это точно совершенно не предать свою Родину. У меня к предательству очень тоже такое интересное отношение. у меня был какой-то момент, когда я считала, что меня предали. И я когда работала со своим терапевтом на тему этого предательства, мы с ней выяснили следующую вещь, что для того, чтобы предать человека, чтобы тебя, точнее, предали, ты должен очень нереалистично оценивать своего партнера. Мне кажется, важно в этой мысли то, что мы предательство должны рассматривать именно в контексте отношений. И, значит, эти отношения были недостаточно реалистичными, крепкими, ясными, понятными, предсказуемыми, кстати говоря, в том числе, потому что важно, чтобы мы более или менее могли предсказать вообще, что дальше будет. Но, что одни были не очень предсказуемые, что одни, одна сторона не очень ясно смотрела в реальность, не очень, тоже, наверное, хотела, что другая. Вот и результат. Слушайте, ну вообще мы особо никому не нужны нигде, потому что человек, он, знаете, рождается один, умирает один, и тут важный момент не ожидать от того, что о вас все будут заботиться, и что вы станете, не знаю, там, пупом земли. Но, тем не менее, мне кажется, что каждый человек может найти себя в разных абсолютно обществах, обстоятельствах. И, конечно, эта фраза кидается больше, наверное, от страха. И у нас все-таки есть эти, какие-то, не знаю, эволюционные, биологические страхи, когда люди выходят за границу города, села, да, как будто там их ждет опасность. И, действительно, я слышу это скорее как предостережение, заботу, что я боюсь, что ты там не сможешь устроиться, я боюсь, что ты действительно не сможешь как-то там приспособиться. А здесь мы есть, здесь там и стены помогают, ну, и, не знаю, какие-то еще там присказки. То есть, здесь есть хоть какой-то шанс, что мы можем оказать тебе помощь и поддержку, а там ты будешь один, и я боюсь, что ты можешь не справиться, а я тебе не смогу помочь. Господи, я так далека от законов. Какой бы первый закон я издала в государстве Уплощенная Россия, я совсем не государственник, но я думаю, что, если бы это я сделала, то я бы попросила бы всех сходить на психотерапию. Ну, просто потому, что у нас такое количество сейчас стресса, травм, воспалившихся, страхов, что нас просто надо чуть-чуть подлечить всех, а потом уже на холодную голову принимать решение о том, что нам дальше делать. сходить. Спасибо за субтитры. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!